с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 30 мая и сразу родившихся в этот день 1814 год в этот мир приходит михаил бакунин первый русский анархист учился в германии попал под влияние так называемых млады гигельянцев и пошел дальше их утверждая что стараясь к разрушению есть в то же время созидательная страсть потом парижская революция он не участвовал 1848 года выдан австрийскими властями россии выслан на поселение в сибирь через три с половиной года бежал и умудрился попасть даже на американский грузовой корабль на котором в итоге перебирается в японию затем в америку и наконец в англию потом уже нет в швеции в италии а в 1868 году попадает швейцарию и записывается в первый интернационал очень скоро он конфликтует с самим марксом который в 1872 году бакунина из интернационала изгнал умер бакунин в бедности в той же швейцарии 1846 год день рождения карла фаберже знаменитого ювелира который кстати сам яйца не делал в 1885 году царь александр третий решил удивить свою любимую супругу императрицу марию федоровну он сделал ей особый подарок драгоценное яйцо покрытое белой эмалью поперек которого шла золотая полоса она открывалась а внутри находился золотой желток в нем свою очередь сидела золотая курочка внутри которой были рубиновые корона и подвеска императрица такого подарка пришла в восторг александр третий на каждую пасху преподносил своей супруге новое драгоценное яйцо и продолжил эту традицию сын александр третьего николай второй который в пасхальные праздники дарил драгоценные яйца своей матери и супруги ну а марков и бирже стало известно на весь мир 1936 год день рождения славы митривелли одного из лучших крайних форвардов советского футбола дважды становился чемпионом ссср составах московского торпеда и тбилисского динамо выступал за сборную мира пожалуй наряду с яшиным валерием ворониным и кипиане только митривелли был игроком подлинной мирового уровня советском футболе за три десятилетия 1937 год день рождения алексея леонова летчика космонавта ссср впервые в мире он вышел в открытое космическое пространство и удалился от корабля на расстояние до пяти метров провел в открытом космосе 12 минут был известен еще как художник пишущий картины естественно на космические сюжеты в этом же году в 1937 родился еще один звездный человек александр демьяненко актер любимый всеми нами за исполнение роли главного советского шурика операции кавказская пленница и конечно же просто человек голос именно его голосом озвучены многие известные импортные киноленты 1958 году появилась на свет актриса елена майорова в 1964 телеведущая арина шарапова события дня в 1814 году франции страны участники 6 анти наполеоновской коалиции подписали парижский мирный договор его условия были вполне приемлемы для франции она сохранялась в прежних границах и возвращала себе большинство утраченных в ходе войны колониальных владений более того даже произведение искусства вывезены наполеоном из захваченных стран оставались парижских музеях союзники восстановили на престоле династию бурбонов а наполеона от греха подальше отправили на остров эльба недалеко от побережья италии впрочем через некоторое время наполеон еще покажет себя 1896 год в успенском соборе кремля проходит коронация николая второго а на ходынском поле честь венциносной особы назначаются народные гуляния с развлечениями бесплатным вином и раздачи подарков уже накануне на ходынке собирается огромная толпа все говорят о каких-то необыкновенно богатых подарках хотя на самом деле они состояли из памятной эмалированной кружки с царским бензелем пряника булочки полуфунта колбасы и кулька со сладостями которые были еще завернуты в яркий ситцевый платок неимоверной давки погибли почти 2000 человек столько же получили увечья 1918 год наркомом иностранных дел советской россии становится георгий васильевич чучерин сменивший льва троцкого а в 1942 году в ссср создается центральный штаб партизанского движения страны в 1962 в москве во дворце спорта центрального дома советской армии проходит первый концерт знаменитого оркестра бенни гудмана концерты в ссср проходили с огромным успехом и многим советским слушателям открыли современную западную музыку но есть и своя легенда якобы музыканты гудмановского оркестра увезли с собой магнитофонные пленки с нелегальными записями джаза советского а некоторое время спустя советские мелодии сыграны западными джазистами были анонимно выпущены на пластинках сша 1994 год дебют телепрограммы час пик влада листьева первая встреча проходит с никитой михалковым телепередача в жанре интервью изменившие представление россияна телевидении и пускай многое было заимствовано из западных аналогов листьев мог в 20-минутной программе по-новому показать известных всей стране людей сделать их ближе к народу этот проект стал последним проектом влада листьева убитого 1 марта 1995 года 2002 год 24-летняя оксана федорова признана самой красивой девушки планеты затмив своей красотой претенденток из еще 74 стран она учится высшей школе милиции за победу в конкурсе мисс вселенная оксана получает призы на сумму в четверть миллиона долларов но спустя четыре месяца федорова лишена этого звания которое переходит к панамки юстин пасек дональд трамп владелец компании организатора конкурса объяснил передачу звания тем что победительница обязана была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру оксана практически не покидала россию по ее словам она собиралась защитить диссертацию еще одно событие в 1899 году 30 мая в германии впервые в продажу поступил аспирин ацетил салициловая кислота была разработана в 1853 году химиком карлом герхардом но только в 1897 доктору феликсу хоффману из фирмы байер удалось получить ее в достаточно чистой форме необходимы для применения в терапии поначалу аспирин был доступен только в германии и только по рецепту врача но сегодня мы прекрасно с вами понимаем что сколько существует человек столько он будет подвержен появлению все новых и новых болезней и лекарства спасители всегда будут самыми ожидаемыми ведь как сказал в конце 19 века английский врач уильям ослер начинающий врач выписывает по 20 лекарств для каждой болезни опытный одно на 20 болезней а я желаю всем вам здоровья с вами был николай пивненко в проекте дата